Часть третья. Стена. Позиционирование предполагает воздействие на самые примитивные рефлексы. Повторение мучений перегружает нервную систему и заставляет ребенка образовывать защитную дублирующую личность. Совсем маленькие дети быстро осваивают диссоциацию, приобретают рефлекс, которым преступная группа использует, пока ребенок растет, а часто и когда он становится взрослым. Дублирующую личность в любое время можно вызвать к жизни и использовать в преступных целях. Диссоциативное программирование – это что-то вроде психологического жесткого диска, заложенное в раннем детстве, но служит фундаментом для последующего программирования. Но к таким выводам психологи, занимавшиеся изучением последствий диссоциативного кондиционирования детей дошкольников с применением пыток, пришли только в 1990 году, благодаря работам врачей Стивена Рея, Фрэнка Пантема и других, почти 10 лет спустя предъявления первого обвинения в насилии над детьми в детском саду Макмартин. Таким образом, оживленные дебаты по делу Макмартин велись задолго до того, как методы создания множественных дублирующих личностей были поняты врачами, занимавшимися лечением жертв ритуального насилия. На стороне обвиняемых выступали психологи с характерной влащенной внешностью. В первых рядах защиты был покойный доктор Намен Гринберг, известный психиатр по насилию над детьми. В свое время доктор Гринберг получил грант от Национального института психического здоровья, исследовал психологические характеристики детей, подвергшихся насилию. 20 лет он был профессором кафедры психиатрии в Университете Иллинойса и руководил клиническо-исследовательским отделом, занимавшимся изучением детей. В 1975 году Гринберг основал отделение изучения, образования и помощи пострадавшим от насилия детям в масонской больнице Иллинойса. Стены его кабинета пестрели дипломами и наградами от многочисленных правительственных агентств. Доктора Гринберга пригласили дать оценку заявлениям детей из Макмартина. Он изучил технологию расспросов, которую использовала психотерапевт Ки Макфарлин и, казалось, в основном согласился с ее выводами, но позднее на публичных слушаниях Гринберг вдруг заявил, что Макфарлин вытягивала обвинения из детей силой, подстрекая их к клевете. Слова Гринберга подхватили и стали на все лады повторять средства массовой информации, в конце концов подорвав доверие к работе Макфарлин. Но Гринберга разоблачила его дальнейшая карьера. Вскоре после завершения процесса по делу Макмартин, он снова давал консультации по случаю ритуального насилия над детьми. Посмотрев, как работает доктор Гринберг, Бет Варга вступила в группу «Верь детям». В апреле 1984 года Варга заподозрила, что ее четырехлетняя дочь подверглась сексуальному насилию в детском саду центра еврейской общины Чикаго. О сексуальных домогательствах со стороны взрослых рассказали еще несколько воспитанников этого сада. Они описали незнакомых людей, которые занимались сексуальными проделками в этом центре. Но на этот раз о сексуальных преступлениях заговорили не только дети. Среди сотрудников центра оказались порядочные люди, которые своими свидетельскими показаниями заполнили пробелы в рассказах детей. Местный отдел помощи детям и семьям направил Варга к доктору Гринбергу. Имя показалось женщине знакомым. Недолго подумав, она вспомнила, где его слышала. Когда-то семейный врач советовал ей держаться дальше от Гринберга. Доктор Гринберг не верил в соучастие полиции и прокуратуры в насилии над детьми. Он предпочитал работать с малолетними жертвами и взрослыми преступниками, восстанавливая между ними отношения, пострадавшие из-за сексуальных действий. Как вспоминает Варга, поскольку в нашем случае речь шла не о внутрисемейной проблеме, не об инцесте, то мы с мужем решили найти для нашей дочери другого консультанта. На встрече, организованной Центром, чтобы обсудить с родителями ход расследования, Гринберг посоветовал провести для детей и воспитателей совместные сеансы терапии, чтобы они могли поделиться своими переживаниями. Психиатр акцентировал внимание на стрессе учителей, а не на психологической травме детей, и затеял горячий спор с детским психотерапевтом. Он отказался верить свидетельствам сотрудников Центра, которые утверждали, что малыши действительно подвергались насилию в детском саду. Затем Гринберг отказался от сотрудничества с полицией. Ситуация напоминала дело МакМартин. Две девочки рассказали своим матерям, что воспитатели угрожали убить их родных, если они заговорят. Тети настаивали, что в детском саду их били, кололи иглами и отвертками. Действительно, многие родители замечали царапины и синяки необъяснимого происхождения. Малыши также утверждали, что воспитатели в центре устраивали игры голышом. «Это останется с нами навсегда», – сказала одна из матерей. «Такое невозможно стереть из памяти». В 1987 году доктор Гринберг снова консультировал следствие по делу о насилии над детьми. Дело о детской порнографии, которую практиковала секта обряжущих. Так и не дошло до суда. Действия Гринберга вновь явно продемонстрировали его симпатии к ритуальным насильникам и его роль в создании дымовой завесы над операциями ЦРУ. Секта обряжущих, как считает большинство специалистов, представляла собой связанную с ЦРУ группу, практикующую ритуальное насилие. Они занимались детской порнографией, киднеппингом и опытами по кондиционированию сознания. Общаясь с сотрудниками таможенной службы из Талахасси, штат Флорида, официальные лица из Ленгли однажды признали, что управление контролирует обряжущих. Вожаком секты был Мэрион Дэвид Петти, который сам себя называл «политической электростанцией». В 1956 году он уволился из ВВС. Петти отрицал связь с ЦРУ, но его последняя жена была сотрудницей управления, а сын, некогда работавший в Эйр-Америка, наркокурьером. По сообщениям полицейских информаторов, обряжущие, занимались промыванием мозгов и сатанизмом. После того, как доктор Гринберг обследовал детей и не нашел у них признаков физических повреждений, полиция Талахасси прекратила дело против сектантов. Однако двое полицейских из Флориды настаивали, что видели признаки сексуального насилия своими глазами. Первоначальные документы по делу, как жаловался сотрудник Министерства финансов в докладе для внутреннего пользования, были засекречены и стали недоступны для ревизии. В Вашингтоне сотрудники таможенной службы обнаружили среди документов секты указания по похищению и фотографированию детей. Тем не менее, дело закрыли во многом благодаря доктору Гринбергу, который отрицал, что дети могли быть использованы сектой, проявляющей интерес к программированию сознания. Еще одним экспертом по вопросам насилия над детьми был любимец корпоративной прессы, сотрудник ФБР, агент Кен Ленинг из лаборатории изучения поведения в Квантика. Он обеспечивал скептиков, в основном педофилов, пропагандистов ЦРУ и агентов контроля над сознанием в университетах и прессе, материалами для создания иллюзии дебатов. В лабораторию создали три сотрудника Министерства юстиции, один из которых Марк Ричард стал потом главным советником Жанет Рено по нейтрализации последствий трагедии Светвью Давида. Журналист Лэнни Синкин писал в Портленд Фри Пресс. В своем недавнем интервью Дэниел Шихен, главный юрис-консульт христианского института, отметил, что мистер Ричард закрыл много расследований, которые могли разоблачить операции секретных служб, в том числе убийство, контрабанду наркотиков и другие преступные действия, совершенные под предлогом борьбы с терроризмом. Коренная ошибка в докладе Лэннинга – отрицание самого факта ритуального насилия над детьми. Компетентный сотрудник правоохранительных органов утверждает, «Я общался с Кеном Лэннингом и знаю других людей, которые беседовали с ним, и все мы были не согласны с мнением Кена. Кроме того, нам не нравились цели, в которых использовался его отчет. Должен заявить, что сам работаю в этой системе и имею определенный опыт в расследованиях. Так что я узнал о допущенных промахах и о причинах и ловкой подтасовке фактов. Было очень много неприятного». Кен Лэннинг – кабинетный аналитик непосредственного участия в расследовании случаев ритуального насилия, никогда не принимавший сотрудники правоохранительных органов, иногда консультировались с ним по некоторым вопросам. Он даже не знал об всех случаях ритуального насилия. Ни отдел ФБР по работе с несовершеннолетними, ни прокуратура, ни полиция не вели статистики по ритуальным преступлениям. Никто не отслеживал этот вопрос, поэтому никто не может авторитетно оценить распространенность случаев. Ведь отделы окружные прокуроры, если только обстоятельства не вынуждают, даже не рассматривают возможности ритуального насилия. Причина – закон о свободе вероисповедания и документы типа отчета Лэннинга. Лэннинг не смог дать ясного определения ритуальному насилию. Это оказалось для него непосильной задачей. Он запутался и говорил окружающим, что предпочитает отнести ритуальное насилие к категории группового секса или бандитского насилия. Люди вроде Лэннинга не способны понять его культовый смысл. Это действительно непросто. Кроме того, Лэннинг не мог официально признать существование такого явления, как ритуальное насилие, из-за давления различных правительственных организаций, связанных с проблемой. Существуют силы, которые хотят, чтобы все заявления о ритуальном насилии автоматически попадали в разряд незаслуживающих доверия. ФБР напортачило, по крайней мере, в нескольких расследованиях, связанных с ритуальным насилием. А в некоторых случаях у Таила улики. Причастность ЦРУ выглядела еще более зловеще. Описано много ритуальных убийств и случаев промывания мозгов. Но Лэннинг притворился, будто ничего об этом не знает. Благодаря опытам над маленькими детьми, наука о контроле над созданием сделала гигантский шаг вперед. Жуткие рассказы малышей из детского сада МакМартин окружают неисторический вакуум. За 30 лет до событий в МакМартине похожие преступления превратили в кошмар детства Лин Мосс Шармен. А ее саму в подопытного кролика. Цитата. Я стала жертвой военных экспериментов в 50-х годах, еще маленьким ребенком. Мне тяжело писать о своих мучениях, потому что военные при помощи электрического тока провели фиксацию моей правой руки, чтобы в следующие десятилетия я не могла и не хотела общаться с окружающими посредством письма, печатания или рисования. Во время одного из сеансов пыток я получила множество ударов током через электрод, прикрепленный к моей правой руке. Потом ее привязали за спиной и заставили меня ползать на коленях, опираясь на левую руку, как собака. Я очень долго не могла никому рассказать, что со мной произошло. Малыши с Манхэттен Бич вызвали раздражение и насмешки своими рассказами о поездках на военные базы. Но многочисленные примеры из секретных федеральных документов могут подтвердить, что детей используют в биомедицинских и психологических экспериментах со времен Эвена Камерона. Военные базы? В этом нет ничего необычного. Мать одного ребенка заявила, что сотрудники ТИВР, одного из местных подрядчиков Министерства обороны, регулярно приезжали в детский сад в 1989 году почти за год до вынесения вердикта. Во втором процессе по делу МакМартин еще одна женщина, ребенок которой посещал этот сад, заметила микроавтобус, припаркованный перед ее домом. В машине сидело два незнакомца. Прошло несколько часов, но они все не уезжали. Женщине зашли двое знакомых. И она пожаловалась им на слежку. Друзья подошли к микроавтобусу. Им показалось, что машина оснащена электронным оборудованием. Они вытащили этих шпиков из машины и расспросили. Но без полиции. Несколько детей из того района посещали детский сад МакМартин. Правоохранительные органы и враждебные средства массовой информации уже достаточно. Скомпрометировали себя. И семьи начали искать ответы на свои вопросы самостоятельно. А эта парочка могла помочь расследованию. В начале те отказались отвечать на вопросы. Тогда одному из мужчин пришла в голову мысль, о которой потом очень неодобрительно высказывались чиновники от юстиции. Дать им о металл натрия. Через несколько минут у обоих остекленел взгляд и они начали отвечать на вопросы. Кто такие? Члены религиозной секты. Откуда приехали? Из Сан-Диего. Кто еще входит в секту? Они назвали несколько известных чиновников из верхнего эшелона вооруженных сил. После допроса их отпустили. Разумеется, информация, полученная во время допроса таким образом, не рассматривалась в зале суда. Ли Колмен, психолог из Калифорнии, был основным докладчиком на второй общенациональной конференции жертв судебных процессов по делам о насилии над детьми. Еще до того, как организация прекратила существование, она приобрела дурную славу из-за многочисленных скандалов, связанных с педофилами в числе ее лидеров. Колмен утверждал, что дети в саду Макмартин действительно подвергались насилию, но преступниками были не воспитатели, а неизвестные сотрудники правоохранительных органов, которые промывали мозги детям и заставили поверить, что насилие происходило в детском саду. Идея Колмана была основана на теории ложных воспоминаний. Сама теория дала имя организации насильников и растлителей малолетних. Фонду исследования синдром ложных воспоминаний. Фонд возглавил ветеран Церушного братства промывателей мозгов. Синдром ложных воспоминаний является общепризнанным клиническим фактом. Группа дипломированных сотрудников Карлтонского университета провела исследование, результаты которого опровергают то толкование синдрома, которое дают психологи из тех, что регулярно появляются на ток-шоу и клеймят психотерапевтов, готовых забивать головы детей ужасными воспоминаниями. Одной из самых заметных фигур в составе этой организации был доктор Ральф Андервейджер, бывший их лидер психолог-практик и по совместительству священнослужитель. Однажды этот пастырь заявил, что Господь хочет, чтобы взрослые занимались сексом с детьми. А в 1994 году в интервью британским журналистам он утверждал, что большинство изнасилованных женщин получили от этого удовольствие. Ученые из Карлтона обследовали группу женщин и не смогли обнаружить у них признаков существования коварной патологии склонности к сочинению воспоминаний. Но организация долгие годы обвиняла жертв ритуального насилия в фантазировании. Цель деятельности была предотвратить разоблачение психиатров ЦРУ, которые пытками готовили малышей к программированию. Исследование психологов из Карлтона известно как опрос жертв насилия из Оттавы. Ученые пытались обнаружить признаки синдрома ложных воспоминаний у 113 взрослых женщин, которые в детстве обращались с жалобами на сексуальное насилие и растление. Было составлено 4 вопросника, предназначенных для выявления признаков нарушения памяти. Женщин спрашивали о терапии, которую они получали, проблемах в личных отношениях, и причинах стресса был проведен детальный анализ их ответов. Психологи искали признаки псевдовоспоминаний, явления, на котором базируется вся теория ложной памяти. Руководила работой Конни Кристианссон, профессор психологии в Карлтоне. Начать исследование ее побудили постоянно повторяющиеся в прессе заявления фонда о том, что 25% воспоминаний о пережитом в детстве насилии являются целиком ложными. Проведя опрос жертв насилия из Атавы, профессор Кристианссон получила совершенно другие данные. Только половина опрошенных женщин вообще смогли вспомнить о насилии. Остальные, в конце концов, смогли воскресить глубоко похороненные воспоминания. Ответы женщин из обеих групп были подвергнуты анализу. Только у двух из 51 участниц опроса, вспомнивших о событиях, имелись признаки, которые соответствовали критериям синдрома ложных воспоминаний. Ученые из Карлстонского университета пришли к выводу, что синдрома в том виде, в котором он описывается фондом, не существует. Но нельзя исключать, что такого явления нет вовсе. Они рекомендовали не использовать термин «синдром ложных воспоминаний» в зале суда до тех пор, пока сторонники теории ложных воспоминаний убедительно не докажут ее истинность. Тем не менее, до сих пор этот термин часто используется на судебных процессах, чтобы подорвать доверие к показаниям жертв насилия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok